всем привет сегодня 14 апреля как и обещала снимаю видео про все грунта которые я использую хотела снять короткое видео но наверное не получится как-то очень много информации у меня так начинаю я сеять вот такой субстрат сею я семена ничего в него не добавляю кроме вот такого вермикулита просто добавляю так чтобы земля была приятная разрыхленная так сверху я присыпаю присыпкой присыпку я делаю из кокоса есть информация у меня в некоторых видео там значит кокос опять этот вермикулит зола песок и фитоспорин и такая у меня получается присыпка то есть сею вот в этот субстрат а присыпаю потом вот кокосовым это раз второе когда я уже распекирую значит распекирую перцы я вот в этот грунт в этот грунт я добавляю тоже вермикулит и смотрю если надо значит добавляю немножко воды если нет значит именно вот в такой и пикирую так потом помидоры помидоры я пикирую вот в этот грунт его я смешиваю его я смешиваю вот с этим биолара но у меня в начале был нарисован помидор на нем да то есть просто закончилась упаковка вот но неважно можно вот этот универсал можно там где нарисован помидор это такой более торфяной этот рыжий топ он очень сухой я его немножко размачиваю тоже водой светоспорином и потом смешиваю с тем грунтом мне приходится бегать там мешок большой не могу его перетащить вот а здесь уже видите земля такая более черная я смешиваю примерно напополам и в этот грунт тогда уже сажаю распекирую помидорчики так добавляю немножко биомикса но это так под настроение так что потом потом когда уже доходит время до до перевалки перевалку я уже делаю более насыщенный грунт то есть перцы я также пересаживаю вот в этот переваливаю а томаты я уже больше процент вот этой земли и меньше процент этого оружия рыжего торфа так ну вот здесь видите везде есть удобрение кандид я про него почитала это органическое удобрение на мой взгляд очень хорошее потому что вот этот вот этим субстратом я пользуюсь уже много лет именно для персов чем он мне понравился что я никак не могла найти где кислотность будет 6 и 5 7 5 вот такая кислота потому что перцы кислотность где написано 65 с половиной 6 помидором нормально перцем мало то есть сто процентов перцы у меня во всяком случае и мне нравится этот субстрат им нравится очень так вот поэтому я купила вот этот вот кандид так как у меня в парнике в теплице земля новая и я так не совсем уверена в ней я немножко вот его посыпала но вот посеяла сидираты видите сидираты растут хорошо значит все все в земле нормально это я здесь перешагиваю так вообще не очень хорошие то есть всего хватает вроде бы потом я эти сидираты просто тяпкой по побью и буду сажать помидоры так ну вот наверное все по грунта но еще раз покажу значит эти идут для перцев этот грунт перцем неделя после пикировки корневая система уже нарастает такие хорошие корешки я их сейчас полью отнесу обратно в парник на ночь все-таки забираю домой перцем перцы больше любят все-таки тепло чем томатики вот грунт мне этот нравится когда вся корневая обойдет весь стакан тогда буду опять переваливать три уже второй раз но перцы так и получается что их их надо два раза переваливать да потому что они быстро растут любят они в тепло вот а я их буду сажать просто под спамбонд да то есть на приподнятую грядку вот грунт я буду брать и тот же и в него еще немножко добавлю своей земли чтобы они привыкали и добавлю верми компоста так и зал и ой не зал и мела или извести обязательно добавлю потому что моя земля очень кислая и как бы я добавляю помидоры я смешиваю вот этот вот грунт с рыжим торфом biolar вот в этот грунт я высеваю именно семена такая вот пачка так значит это кокос кокос я покупаю там где все для ну в зоомагазине в депо ну в отделе где для животных так это значит вермикулит его добавлять можно везде он просто дорогой поэтому по возможности конечно его добавлять везде он просто разрыхляет почву и она не очень пересыхает тогда ну удобно не знаю есть там в нем еще какие-то хорошие показатели но вот для разрыхления для увлажнения идеально так биомикс добавляю пожменьки просто для профилактики и вот уже когда будут переваливать перцы во второй раз уже большие да уже в таких двухлитровые тогда уже в этот грунт я еще добавлю вот верми компост да этот ну червячный червячные что червячные не знаю в общем переработанная червячками земля вот ее я добавляю тату на ведро жменью вот потому что перцы они очень прожорливые и им все время надо поесть так а томаты когда я переваливаю я добавляю значит этот грунт плюс рыжий торф и добавляю свою землю вот как то так всем спасибо у кого есть какие-то свои наработки по поводу по поводу грунта буду очень рада если поделитесь я живу в латвии в риге и в принципе все покупаю либо в депо ну вот в данный момент этим покупала все ну каях да потому что рано весной там у них были самые приемлемые цены и в общем там удобно было вот этот грунт у достаточно дорогой но сейчас уже концу сезона он ровно наполовину дешевле везде и в депо он есть в общем он есть везде все всем спасибо буду рада если кто-то что-то мне напишет какие-то отзывы свои свои виды на эти все грунты спасибо до свидания как всегда что-нибудь да забуду вот вот такой фитоспорин я использую светлана большое спасибо тебе и твоему супругу за такой прекрасный подарок для меня его я развожу в пятилитровой канистре можно туда добавить еще отвар от картошки потом ставлю в теплое место в темное где-то недельку стоит там начинается такой процесс не знаю даже как брожение не брожение но что-то происходит вот потом ставлю его в парник эту канистру и не добавляю 100 грамм на ведро где-то но я так на глаз и хуже не будет и все поливаю все удобряю опрыскиваю в общем везде использую этот фитоспорин иногда даже могу вылить в большую бочку его и там он уже сам живет своей жизнью но надеюсь что это живые организмы которые улучшают структуру почты почвы и как бы борется с фитоспорином ой господи уже зарапортовалась и борется с фитофторой теперь точно все спасибо буду рада если кто-то подпишется на мой канал и все что делаю сама буду делиться со всеми остальными пока пока